Ответить на вопрос, а почему он болтается, а что там внутри блямкает, а это нормально или ненормально? Кто управляет этим фрикционным пакетом? Гидротрансформатор сам, у него нет мозгов, он железный, бестолковый, это только исполнительный узел. И вот эти бедные пружины, то в одну сторону, то в другую, то в одну, то в другую, через какое-то время начинается болтанка. Я приветствую всех зрителей нашего канала, с вами Александр, это сервис по ремонту автоматических коробок передач в Москве, хотя работаем мы, как вы наверняка уже знаете, не только по Москве, работаем с регионами. Обычная практика, получаем коробку из региона, транспортной компании получили, разобрали, посмотрели, продефектовали, отчитались, сфотографировали. Согласовали, получили оплату, отремонтировали коробку, отправили назад, не забыли все необходимые документы, включая кассовый чек. Все по-честному, все с гарантией, все как положено. Если интересны подробности, посмотрите заглавное видео на нашем канале, подробнейшим образом на час рассказал про это. Если интересно, пожалуйста, посмотрите наши телефоны, будут вопросы, телефон, который с ватсапом, с вайбером и с телеграмом, задавайте вопросы, постараюсь обязательно недолго на них ответить. Это канал для тех, кто интересуется устройством автоматических коробок передач, любит железяки, хочет понимать, как работает коробка передач. И сегодня как раз у нас полевой выпуск. Я специально хочу ответить на вопрос, недавний вопрос одного из пользователей, а вот что там про гидротрансформатор, а расскажите про устройство. И поэтому сегодня у нас есть вот такой гидротрансформатор, и еще есть вот такой гидротрансформатор. И все это я специально подготовил для того, чтобы показать вам устройство, еще раз рассказать, что внутри, ответить на вопросы, а почему он болтается, а что там внутри блямкает, а это нормально или ненормально. Что с чем сопрягается, а что такое блокировка, а как это работает, а что вообще чинит при ремонте гидротрансформатора. Все это я постараюсь рассказать сегодня, вот с железяками в руках, надеюсь, будет интересно всем пользователям обычных гидромеханических коробок передач. Почему два бублика? Потому что один у одного фрикционная блокировка с помощью отдельных дисков, у другого с помощью накладок. Это от ZF8HP, ну и хондовскую нам прислали на ремонт, хондовский бублик, вот прислали, на его примере и покажу. После сегодняшнего выступления, надеюсь, вы точно сможете рассказать своим друзьям, и они тоже подпишутся на наш канал, а те, кто из вас сюда пришел неподписанным, срочно нажать на кнопочки, колокольчики и так далее. Напомню, что мы выходим на трех платформах, это YouTube, Яндекс.Зен и Рутуб. Поэтому, пожалуйста, нажимайте кнопочки, колокольчики, подписывайтесь на наш канал, дальше будет только интересно. Еще немножко минута важной информации. Этот ролик выходит на YouTube, на нашем YouTube-канале. Также у нас есть канал на Рутуб, с тем же названием, и канал на Яндекс.Зен, с тем же названием. Все ролики дублируются на все три канала. Вы можете также подписаться, если вы подписчик YouTube, пожалуйста, приглашаю вас, подпишитесь на канал на YouTube, канал на Яндекс.Зен, для того, чтобы продвинуть эти каналы информации. После последнего ролика многие из вас написали, что вот на YouTube, на Рутуб нет. Заговорился уже с этими Рутубами и Яндекс.Зенами. Поэтому, пожалуйста, приглашаю, подписывайтесь на все наши источники информации. В прошлом видео вы наверняка обратили внимание на небольшое вступление, которое я сделал по поводу возможной блокировки. Многие из вас задают вопрос, что случилось, что случилось. Не буду комментировать этот момент. Да, есть вероятность возможного закрытия канала, блокировки у YouTube, свои особые правила работы. Поэтому, чтобы мне не потерять связь с вами, предлагаю, пожалуйста, подписывайтесь, в том числе, на наш канал на Рутубе, на Яндекс.Зене. А также рекламирую, у нас выходит отдельный текстовой блок с фотографиями на drive2.ru. Я тоже оставлю все ссылки в описании. Посмотрите, подпишитесь, уверен, будет интересно. Если вы подписаны на Drive2 и есть там в аккаунте, то вам это легко. А если нет, то просто заходите, смотрите. Не хочу терять с вами связь, если вдруг будут какие-то сложности с YouTube. Поэтому приглашаю, подписывайтесь на наши другие каналы. Так вы точно не потеряете ни информацию, ни меня. Обратите внимание, что и на Рутуб, и на Яндекс.Зен выложен весь архив роликов, которые я снимал для вас. Поэтому, пожалуйста, если что-то не можете найти на YouTube, заходите на Рутуб. Вот такие вот стихи. Уверен, они вам помогли. А сейчас перехожу к железякам. Ну что ж, давайте попробуем разобраться, что такое гидротрансформатор. Я не люблю слово «бублик», но он действительно похож на «бублик». Для чего он нужен, что внутри, и какие основные системы, и какая у него основная работа. Рассчитываю, что вы точно после сегодняшнего видео поймете, в чем состоит суть ремонта гидротрансформатора. Я вам покажу основные моменты, которые ремонтируются при ремонте гидротрансформатора. Итак, гидротрансформатор, он сварной. Состоит он, как правило, из двух вещей, из двух частей, прошу прощения. И сваривается по кругу на заводе. А у нас сейчас есть возможность увидеть его внутри. Для того, чтобы у вас сложилось, как обычно, правильное понимание по устройству, я начну со следующего. Любой гидротрансформатор – это три основных системы, которые заключены в одном корпусе. Три системы. И я буду рассказывать вам по очереди про каждую систему, чтобы у вас в голове не было каши. Для того, чтобы рассказать вам про первую основную систему, я уберу лишние детали, которые пока не буду называть, чтобы у вас не было путаницы в голове. Итак, есть корпус. Этот корпус крепится к маховику, ну то, что принято называть слово маховик, а точнее к приводной пластине. И, запоминаем, вращается вместе с двигателем. Завели двигатель, начинает вращаться корпус гидротрансформатора. Корпус непростой. И у него на верхней крышке всегда есть лопасти. И таким образом вы понимаете, что корпус вместе с верхней крышкой, которая вращается постоянно вместе с двигателем, вместе с этими лопастями вращается постоянно. Эта часть вращается постоянно со скоростью двигателя. Начиная от холостого хода 700 оборотов до 5000, если вы так ездите. В корпус гидротрансформатора подается масло. Оно там не есть постоянно. Оно сюда приходит через центральный вал и уходит через центральный вал. Поэтому здесь масло постоянно обменивается. Оно сюда приходит и уходит. Из коробки. Это часть коробки. Идем дальше. Итак, вот это лопастное колесо, которое находится в крышке и постоянно вращается, оно закручивает масло и его принято называть насосным колесом. Оно там внутри постоянно крутит масло. За счет центробежной силы масло через лопатки проходит от центра к краям и силой выбрасывается из лопаток. Ну, так сказать, не наружу, но вот в верхней части лопаток выходит на вас. Снизу заходит, сверху выходит под действием центробежной силы. Это понятно. Насосное колесо. Насосное, потому что оно постоянно крутится. Напротив насосного колеса есть второе колесо, тоже с лопатками. И это второе колесо под действием масла, которое вращает насосное колесо, начинает вращаться. И таким образом эти две, эти два лопастных колеса находятся на небольшом расстоянии друг от друга, с небольшим зазором, но не касаются друг друга. И когда у нас одно колесо начинает вращаться и создает вот этот центробежный поток масла, это масло из одних лопаток попадает в другие лопатки, проходит к центру, входит в эти лопатки и вот так начинает вращаться по кругу. Таким образом, насосное колесо создает вращение масла, и этим маслом создается вращение турбинного колеса. Насосное колесо, турбинное колесо. Если оговорился, заранее прошу прощения, но сейчас говорю правильно. Надеюсь, с этим понятно. Для чего весь этот сыр-бор? А вот для чего. Если бы мы были с вами в каких-нибудь 20-х годах, то мы бы нашли с вами вот эту деталь, вот такого же вида, но внутри нее было бы только корпус и вот эта часть. Корпус и вот эта часть. Вот так бы выглядел, и он бы назывался только не гидротрансформатор, этот узел, а гидромуфта. И это первая часть, первая основная часть гидротрансформатора, это гидромуфта, которая просто создает передачу крутящего момента от насосного колеса к турбинному колесу. Обратите внимание, естественно, турбинное колесо никак не связано с корпусом, вращается свободно, там внутри. И когда у нас здесь вращается корпус, двигатель, корпус и насосное колесо, то там внутри свободно вращается турбинное колесо. И именно на шлицах турбинного колеса, шлицы, точнее, турбинного колеса, начинают вращать входной вал коробки передач. Что мы получили? Мы получили вот что. У нас нет жесткой связи между мотором и входным валом коробки передач. Эта связь только через масло. Когда один качает масло, а второй под действием этого масла тоже начинает вращаться внутри корпуса. И уже эти шлицы начинают вращать входной вал коробки передач. Как видите, элементарно просто. И теперь вы знаете, каким образом передается вращение от насоса на входной вал коробки передач. Передается за счет масла. Отсюда следует несколько выводов, которые я постоянно в своих лекциях повторяю. Вывод первый. Вращение двигателя и вращение входного вала коробки передач, который там цепляется за шлицы, происходит с разными оборотами. Вот если у нас только гидромуфта. Потому что есть потери, гидравлические потери. У нас корпус и насосное колесо вращается 700 оборотов на холостых. А если мы посмотрим датчик входного вала коробки передач, он будет вращаться какие-нибудь 650, потому что есть потери гидравлические. Ну вот, например, такой вывод можно сделать. Что было придумано дальше? Жили-жили только с гидромуфтой. Придумали дальше следующее. Просто передавать вращение за счет вот этот качает масло, а этот в ответ начинает крутиться недостаточно. Добавили достаточно интересную деталь. Эта деталь работает следующим образом. Выглядит эта деталь как еще одно лопастное колесо. Обычно вот такое литое, алюминиевое. Оно, как видите, в данном случае вращается относительно, ну, через промежуточные подшипники, может вращаться относительно насосного колеса в разные стороны. И более того, относительно турбинного колеса и относительно насосного колеса, оно вот вращается, видите, само по себе. Между ними подшипники. Суть этой детали состоит в следующем. Эта деталь, называемая реактор или реакторное колесо. Видите, у нее тоже шлицы. Из коробки торчит шлицевой вал. Он неподвижный, такая трубчатый. На этот трубчатый вал одевается реактор. А внутри этого реактора есть специальная муфта, которая в одну сторону дает возможность вращаться, а в другую сторону не дает. Этот вал неподвижный, он на корпусе коробки. То есть это просто трубчатый такой вал со шлицами. И когда гидротрансформатор одевается, то реактор как раз одевается на эти шлицы. И дает возможность реактору в одну сторону вращаться, в другую сторону не вращаться относительно коробки. Сейчас-то он вращается в обе стороны, но на самом деле за счет вот этой обгонной муфты может вращаться в одну сторону и в другую не вращается. Для чего? А вот для чего. Дело в том, что когда в момент страгивания, вот что такое момент трогания? У нас мотор крутится, корпус крутится, вы еще поддали газу. А, я забыл, извините. Вы же, у вас же лаунч, у вас же М-ка, и вы вот дали газу газу. Вы дали 4000 оборотов, и у вас вот это хозяйство все вращается 4000 оборотов. Что внутри коробки? Поскольку мы уже включили драйв, у нас входной вал коробки передач. Входной вал, это турбина, через планетарные редукторы, соединяется с колесами и стоит на месте. У вас насос вращается, турбина стоит на месте. Вот в момент трогания, когда мы освободили тормоз, и турбина может начинать вращаться, для того, чтобы увеличить крутящий момент, именно увеличить в момент страгивания, придумали дополнительное. Вот это колесо. Оно преобразует поток таким образом, то есть у нас есть поток, который идет из насоса, из насоса в турбину, и возвращается через внутренние лопатки, возвращаясь опять в насос. И вот видите, на пути внутренних лопаток стоят лопатки реактора. И вот они таким образом преобразуют поток, что этот поток с еще большим усилием начинает возвращаться и давить на насосное колесо. И получается в итоге, если вдруг кто-нибудь что-нибудь понял, получается следующее, что гидротрансформатор увеличивает крутящий момент. Увеличивает. Это не ошибка. Повторяю. И поэтому эта деталь называется гидра, от слова гидромуфта, трансформатор, потому что она увеличивает крутящий момент. И теперь давайте. Многие из вас подумали, что они неправильно поняли. Вы правильно поняли. В тот момент, когда гид насос вращается, а турбина стоит на месте, то воздействие на турбинное колесо масла за счет вот этого реакторного колеса увеличивает крутящий момент мотора. Да, на пустом месте вы получаете еще более увеличенный крутящий момент. На этом месте надо бы остановиться. И для всех любителей тюнинга, которые чипуют свой двигатель Stage Dust, Stage 3, Stage 1, мы говорим следующее. Вот у вас есть, предположим, номинальный крутящий момент двигателя, не знаю, там 500 ньютон-метров, и номинальный, предположим, крутящий момент, который переваривает коробка. 450. В момент трогания, в момент старта, чем больше разность скоростей между насосом и турбиной, тем на коробку идет еще более увеличенный крутящий момент. Уже не 500, а больше. С учетом вот этого коэффициента трансформации. И вот это надо понимать, что в момент именно страгивания гидротрансформатор увеличивает крутящий момент достаточно кратковременно, но он дает по морде, как следует, коробки. А вы еще Stage 3 туда воткнули, в свой мотор. И вот это вы должны помнить. Это происходит тем сильнее, чем больше разница скоростей между насосом и турбиной. Вот чем сильнее приходится страгивать, этот вращается быстро, а этот стоит на месте, тем больше вот эта трансформация, которая обеспечивает гидротрансформатор. Потом постепенно у нас турбина раскручивается вслед за насосом, и в какой-то момент реакторное колесо, ему не нужно упираться, и оно начинает в потоке масла вращаться свободно, именно поэтому здесь стоит обгонная муфта. Она в одну сторону упирает, упирает и не дает провернуться, но когда начинается как бы вращение с похожими, с одинаковыми скоростями, она начинает просто вращаться в потоке масла и не увеличивает. Таким образом, вот это увеличение происходит в момент страгивания. И поэтому, дорогие гонщики, вспомните про это. Когда вы накрутили мотор, надули его, то помните, что это все надо дополнительно еще умножить на коэффициент трансформации бублика и на вашу бедную коробку в момент трогания. Чем больше вы даете предварительно газа, приходит все больше и больше. Она это долго выдержит? Вот и ответ на ваш вопрос. Но зато вы теперь знаете вторую систему, которая есть внутри этого узла. Первая система гидромуфта, вторая система ну, трансформатор. Поэтому эта штука называется гидротрансформатор. Но это еще не все. Есть третья система. Давайте поговорим про нее. Для того, чтобы поговорить про третью систему, которая внутри вот этого узла, я убираю наш реактор. Он в данном случае нам помогает в качестве только проставки, но вот я его уберу, чтобы просто не мешал. Вернулись к истокам. У нас с вами просто гидромуфта. И если бы у нас был только гидромуфта и только бы трансформатор, что бы мы делали? Мы бы теряли мощность, потому что гидротрансформатор, ну, точнее, бублик гидромуфта наша передает крутящий момент от мотора на коробку с потерями. Понимаете? Нет жесткой связи. Этим крутим масло, этим маслом крутим насос. Но он будет крутиться медленнее, и крутящий момент не полностью передается. Переживали наши разработчики. Наши с вами мировые разработчики автомобилей. И в какой-то момент они подумали, ой, вот когда нам нужно тронуться, у нас, нам надо, чтобы у нас мотор крутился, а коробка стояла на месте. И таким образом у нас, давайте вот в обратную сторону соберем, чтобы было еще чуть-чуть более наглядно. просто в обратную сторону. Вот таким вот образом. Понимаете? Насос, это мотор, он крутится, вот так, а турбина стоит на месте, мы трогаемся. Вот для того, чтобы обеспечить, мы остановились на перекрестке, мотор крутится, а мы стоим на драйве. Что происходит? Мотор крутится, корпус бублика крутится, насосное колесо в крышке крутится, турбинное колесо стоит на месте, вместе с коробкой и колесами, которые мы держим тормозом. Вот что происходит на, когда мы стоим на драйве. Кстати говоря, что происходит, когда мы стоим на нейтралке? Вот что. Ну, насос, да, насос крутится от мотора. И в каком-то свободном полете, в свободном полете крутится турбинное колесо, но она не так легко, здесь же еще вал, там фрикционы, они хоть и распущены, но создается некое трение, но вот в свободном каком-то вращении подкручивается у нас турбинное колесо. Можете это посмотреть, если есть, посмотрите, обороты мотора и на нейтралке оборот турбинного колеса, оно будет там подкручиваться с каким-то опозданием. Что делать с этим опозданием? Потому что мы едем, у нас мотор работает, турбина из-за этого тоже крутит, крутит колеса, мы едем, но крутится с опозданием. А давайте, сказали инженеры, в нужный момент свяжем вместе насос и турбину. Вот она, турбина, вот входной вал коробки передач, вот шлицы. А, соответственно, мотор крутится, вы понимаете, корпус, крутится корпус. Вот давайте как-нибудь так исхитримся, чтобы когда нам надо, они связались вместе, насос и турбина. А когда не надо, не связались вместе. Давайте туда положим какое-нибудь сцепление, правильно. И вот производитель сделал третий, третье устройство, положил внутрь вот этой детали, которую назвал фрикционная блокировка, просто блокировка. И мы ее знаем как просто блокировка. И давайте посмотрим, как это работает, вы уже понимаете. Вот это насос, он вместе с мотором и с корпусом крутится. А вот это шлицы входного вала коробки передач, которые никак не связаны. А нам их надо связать конструктивно. это выглядит примерно следующим образом. Итак, корпус вернемся к истокам. И вот так вернемся к истокам и вот так. Давайте посмотрим, как это технически устроено. Итак, в каждой коробке по-разному. Вот на примере восьмиступки это просто хорошо видно. Итак, внутрь корпуса положим поршень вот таким образом. Здесь по периметру он будет уплотняться естественно уплотнительным кольцом. Здесь он будет уплотняться тоже уплотнительным резиновым кольцом. И когда мы сюда через центр под него будем подавать давление, оно будет нажимать на поршень и будет поршень вот двигаться. На немножко, но будет двигаться. Дальше положим стопорные ну или стальные кольца наш обычный фрикционный пакет. Обратите внимание вне стальные кольца стальные кольца цепляются за корпус гидротрансформатора. А фрикционные кольца будут цепляться вы теперь уже понимаете за что. Внимание! Правильно! За турбину. То есть у нас сталь цепляется за насос а фрикционы цепляются за турбину. И дальше все просто. Сталь цепляется за насосное колесо, потому что это корпус, а фрикционы за турбину. Чтобы это все не разбежалось, все это фиксируется стопорным кольцом. Что происходит? Когда подается давление туда внутрь, оно приходит сюда через центральный вал. поршень нажимает снизу и сжимает этот пакет. И теперь мы вспоминаем и понимаем, что вот наше турбинное колесо. Уберем серединку, чтобы не мешало. А на этом колесе как бы специально сделана вот эта гребенчатая часть. И когда наше устройство будет собрано в виде, понимаете, вот так. Пока давления масла нет, насосное колесо, корпус, все равно вращается отдельно от турбинного колеса. точнее, турбинное отдельно от насоса. Теперь вы уже понимаете, но оно уже тяжелее стало, там диски трутся немножечко, но это все в масле. Это все потери, но насосное колесо, корпус и турбинное колесо не связаны вместе. Собираем все в единое целое. Для того, чтобы в нужный момент, когда система понимает, что необходимо все у нас вращается насос, корпус и турбина, и их нужно связать вместе, она подает давление туда под поршень, пакет сжимается и у нас насос начинает вращаться вместе с турбиной, то есть у нас мотор вращает корпус и через фрикционный пакет передает вращение на насос, на турбинное колесо, шлицевой вал, входной вал, коробки передач. Все. Занавес. И теперь вы понимаете, что такое блокировка. Это в нужный момент связать вместе насосное колесо, то есть корпус и турбинное колесо, то есть входной вал коробки передач. Ничего военного, если понимать. Поршень, уплотнения, коррекционы, сталь делится. А еще один момент хотел бы отметить. Те из вас, кто видели предыдущий ролик на ютубе, рутубе, Яндекс.Зене, он касался возможной теоретической блокировки канала на ютубе, поэтому пожалуйста обратите на это внимание и настоятельно рекомендую всем, кто хочет не потерять меня, этот канал, пожалуйста, посмотрите другие адреса на рутуб и на Яндекс.Зен и где-то зафиксируйте себе, а возможно рекомендую подпишитесь. на тот случай, если вдруг случится то самое, если вдруг канал на ютубе будет закрыт, а может быть сам ютуб будет закрыт, а может быть что-то случится катастрофическое, все подряд, как говорится, не закроют, поэтому для того, чтобы не потерять мне связь с вами, рекомендую подпишитесь на рутуб и Яндекс.Зен, я всегда буду там дублировать информацию, а если будут какие-то изменения, с удовольствием буду вас информировать, поэтому пожалуйста не хочу терять с вами связь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!